здравствуйте на портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня к нам поступил вот такой вопрос почему ветхом завете было запрещено есть свинину в наше время можно вопрос на первый взгляд являющийся достаточно простым и очевидным при более серьезном рассмотрении оказывается не таким простым для этого необходимо сначала ответить на вопрос почему вообще бог установил подобные запреты дело не только в свинине дело в том что ветхом завете вообще пища да и не только пища делилась на чистую на чистую и нечистую напомню вам что даже ною когда он строил ковчег уже господь разные повеления дал по поводу чистых и нечистых животных то есть это такое достаточно древнее разделение вообще всего что существует в этом мире в частности животных и в частности пищи на чистую и нечистую зачем было это сделано человек в своем условно первобытном состоянии в котором он может пребывать например в наше время если он не знает ни бога ни того что бог вообще чего-то ждет от человека готов не только есть но и делать не пойми чего всякую гадость не разделяя добра от зла и поэтому разделение добра и зла что такое хорошо и что такое плохо является вообще базовым знанием необходимым для человека крошка сын к отцу пришел и спросила кроха что такое хорошо и что такое плохо так вот для того чтобы человеку неразумеющему о том что есть вообще что-то плохое что-то хорошее бог повелел вообще в этом мире видеть как чистое так и нечистое и в том числе есть чтобы не просто жрать все подряд вот разделил в частности и еду и это еще раз подчеркиваю не только свинина но очень много чего дан кролики относится вот и еще целый громадный список нечистых животных которые в пищу не должны были быть употребляемы современные как иудейские так и мусульманские богословы пытаются найти этому какое-то биологическое обоснование к тому что свиное мясо на какое-то вот или там сало какое-то не такое но там более вредное но вообще в священном писании мы не находим там у никаких потребления не находим там у никаких подтверждений просто бог сказал что вот это будет чистым а это будет нечистым точно так же как в раю когда бог заповедовал адаму и еве не есть от древа познания добра и зла от того самого древа того единственного которое было посажено посреди рая это связано не с тем что у него были какие-то особо ядовитые плоды или наоборот может быть они были какими-то особенно вкусными никаких подтверждений этим этим предположением мы не располагаем просто это было некое дерево с которого заповедано было не есть это был запретный плод точно так же с той же логикой райской когда было выделено нечто что было есть запрещено точно так же в ветхом завете бог выделил определенную еду сказав что эту еду не ешьте это не чистое для вас животное не ешьте чтобы не оскверняться вот эта базовая вещь что через вкушение можно каким-то образом оскверниться что вообще можно нечто сделав каким-то образом оскверниться и для простого ума человеческого это было очень важное постановление которое позволяло человеку держать себя ну условно говоря в рамках теперь посмотрим что же с этим постановлением происходит в новом завете ключевым высказыванием господа нашего иисуса христа является следующее высказывание которое приводит апостол евангелист матфей в своей пятнадцатой главе господь говорит лицемеры хорошо пророчествовал о вас исайя говоря приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком сердце же их далеко отстоит от меня но тщетно чтут меня уча учением заповедям человеческим и призвав народ сказал им слушайте и разумейте не то что входит в уста оскверняет человека но то что выходит из уст оскверняет человека и дальше через несколько стихов господь объясняет эти свои слова еще ли не понимаете что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон а исходящий из уст из сердца исходит сие оскверняет человека ибо из сердца исходят злые помыслы убийства прелюбодеяние и любодеяние кражи лжесвидетельства хуления это оскверняет человека то есть господь предлагает нам некий другой уровень понимания того что для нас является скверным или нечистым для фарисея желающего досконально исполнить все заповеди ветхого завета не только поедание свинины являлось осквернением но и например есть немытыми руками как здесь же дальше господь говорит а есть немытыми руками не оскверняет человека то есть дело не в том насколько тщательно мы подготовились к трапезе не в том что у нас на столе а что у нас в сердце как мы относимся непосредственно к богу как мы молимся с этого начиналась цитата про пророка исайю просто ли мы открываем свой род для того чтобы вычитать молитвенные правила или мы пытаемся вознести ум из сердца к богу поэтому никакое внешнее действие никакая пища никакие другие ритуальные действия не способны осквернить человека как говорит нам господь на как говорит нам господь наш иисус христос а вот наше сердце когда проявляется ли она вовне или даже это остается внутри нас никому неведомым именно эти грехи являются тем что оскверняют человека и закрывают от нас царствие небесное и нас и Продолжение следует...